Здравствуйте, мои дорогие! Ирина Бьёвна и Белкниги приглашают вас на следующую зимнюю передачу. Февраль, зима, воздух немножко посвежел, и начинается Великий Пост. Он начинается очень скоро. Что такое Великий Пост? Великий Пост – это очищение, очищение тела, очищение чувств и очищение души. Идет тройное очищение. И очищение тела мы будем говорить здесь, в этой передаче, об очищении тела. Как его очищать? Очищение тела – это, конечно, диета, поэтому Великий Пост – это специальная диета для людей. Но этого недостаточно. Нужно приложить некоторые усилия для того, чтобы наше тело все эти токсины вывело. И одно из этих усилий – это массаж, самомассаж. Сегодня мы будем говорить о самомассаже рук. Энергетические китайские меридианы начинаются и качаются на кончиках пальцев. Поэтому массаж рук очень важен для общей циркуляции. Циркуляции энергии, циркуляции лимфы, циркуляции крови. Первый признак того, что тело стареет – у него закрываются маленькие-маленькие капиллярчики, которые у нас находятся на кончиках пальцев и на кончиках ног. Поэтому очень хорошо делать массаж ног, вибрационный массаж ног, специальные ванночки такие есть. Но очень хорошо также массировать просто пальцы. Как их массировать? Сейчас я покажу. Поближе берется палец вокруг ногтя и потихонечку массируется. Вот так один пальчик, второй пальчик, третий пальчик, четвертый пальчик и пятый пальчик. И то же самое мы делаем на другой руке. Один пальчик, второй пальчик. Если где-то пальчик начинает болеть, когда мы его трогаем, это значит, этот меридиан не пропускает энергию. Значит, нужно приложить немножко больше усилия. Третий пальчик, четвертый пальчик и пятый пальчик. Существует специальная капунктура, которая называется су-джок. Она пришла из Кореи, и там используют магниты и очень маленькие иголки. И эти иголки вкалываются или в кончики пальцев, или вкалываются в суставы, или вкалываются в суставы. Причем каждый сустав каждого пальца – это практически есть зеркало всего вашего тела. Но я видела случаи, когда люди начинают ходить на су-джок, и им вставляют иголки в суставы, суставы от этого распухают после этого. Потому что, в принципе, не очень хорошо тревожить наши суставы. Суставы, они всю жизнь работают, ручки у нас гнутся. Причем я наблюдала пациентов, которые играют на пианино. Например, у меня есть пациент, которому 96 лет, он профессор консерватории. У него руки практически такие же хорошие, как у 20-летнего. Он играет на пианино. Очень хорошая практика. Но существует помощь для нашего массажа. Вот это вот, посмотрите, пожалуйста, вот это массажный прибор, вот такой простой, из китайского зеленого камня, который считается камнем счастья, называется Jade. Такой прибор я пользуюсь для того, чтобы массировать ладони. Смотрите, как я это делаю. Это я делаю каждый день в ванне, каждый-каждый день утром. Таким образом, все те зоны, которые у нас существуют на ладошках, они промассированы. Зеленый камень, он не инь и не янь. Он средний. Поэтому он подходит и тем людям, у которых мало энергии, и тем людям, у которых слишком много. Это перевозбуждение. Это, например, стресс, это слишком много энергии в каком-то отделе, а в каком-то ее не хватает, конечно. Видите, вот так вот я массирую, пока мои ладошки становятся вот такие розовые. Видите, розовая ладошка, это значит, энергия уже прошла, все пункты практически промассированы. Но этой, конечно, этим валиком не очень удобно массировать сами пальцы. Это очень хорошо для ладони. Вы можете использовать тот же валик для ступней. Он стоит очень недорого в Китае, но он очень хороший, его можно возить с собой. Поэтому существуют специальные массажные кольца. Сейчас я их покажу. Видите, одно золотое кольцо и второе серебряное. Это действительно позолоченное кольцо. Их делают в Калифорнии, в Америке на фирме. Но, в принципе, они были в первый раз созданы в Китае и существуют в России. Очень важно, чтобы кольца были из чистого металла, потому что многие люди, у них аллергия от никеля. Поэтому, если такое кольцо будет содержать никель, то, так как кольцо колючее, посмотрите, какое оно, видите? Оно состоит из таких вот острых кружочков. Я покажу, как им пользоваться. Поэтому существует мужское кольцо. Оно золотое. И женское кольцо, оно серебряное. Что такое мужское и женское кольцо? Йинь и янь. Янь – это когда нужно немножко больше энергии в организм, потому что энергия ослаблена. Поэтому употребляется яньское кольцо. И йинь женское, оно более круглое, но довольно мягкое кольцо. Первое. И второе. Серебро, как металл, является женским или сидирующим металлом. Если у вас бессонница, констипация, то есть вы не можете ходить в туалет. Если перевозбуждение, то это значит, что вам нужно немножко ввести женскую спокойную энергию и пользоваться этим кольцом. Я выбираю сегодня золотое кольцо. Как вы пользуетесь? Вы одеваете кольцо на палец и начинаете медленно водить. Сейчас я покажу перед камерой. Видите? 20 раз. 10-20 раз. Вперед-назад. 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 Медленно прочесывая все абсолютно пункты. Потом мы меняем палец и начинаем делать то же самое на следующем пальце. С такими кольцами я обычно путешествую, так как они занимают очень мало места. И у меня есть такой массажный шарик. Я вам его тоже покажу немножко попозже. В нем можно хранить эти кольца. Так, четвертый палец. И если вы уже выбрали одно кольцо, то этим кольцом нужно делать и правую руку. В принципе, правая рука это янь. У всех правшей. Я левша, у меня левая рука янь. И меняем руку. И потом каждый пальчик 10 раз вперед-назад. Очень медленно. Все-все пункты. Мы, видите, у меня уже даже лицо стало розовое, потому что пошла энергия по всем меридианам. По всем меридианам. Очень хорошо. Эти кольца хороши на путешествии. Особенно, когда вы далеко летите на самолете и у вас сбиваются ваши биологические часы внутри. Я приезжаю и тут же или прямо в самолете провожу массаж всех 10 пальцев. Таким образом, энергия, она подстраивается под те часы, которые на месте. Поэтому jet lag это называется. Или вот это вот смещение времени происходит у меня гораздо мягче. Я не теряю столько много времени на подстройку. Вот такой хороший массаж. Видите, руки стали розовые, пальчики все розовые, красивые. И очень приятные такие волны пошли по всему телу. Серебряное кольцо. Серебряное кольцо, оно немножко более круглое и более мягкое. Если вы будете его делать, то оно более мягкое. За один раз нельзя делать серебряное и золотое кольцо. Выберите только одно. Если у вас пониженная энергия золотое, если повышенное серебряное. Когда вы покупаете, будьте уверены, что продукт, который вы покупаете, он действительно золотой. А не просто блестит золотом. Я покупаю в Америке такие кольца, которые 18 карат золота. Покрыты, позолоченные. Серебряные, которые являются тоже не никивалевые, а очень хорошее серебро. Сделано тоже в Америке. Я пробовала покупать в Китае. Там продаются стальные в основном кольца, которые немножко посеребрены или позолочены. Но я не знаю, какой там сталь. Я, в общем-то, очень сомневалась, когда я покупала, хотя они стоят гораздо дешевле. Я считаю, что лучше вложить деньги и для себя постараться и пользоваться самыми хорошими продуктами. Сейчас я вам покажу массажный шарик. Существует много типов таких массажного прибора. Вот еще один. Это моя сестра купила в Крыму из дерева грецкого ореха. То же самое. Кладется между рук и как следует промассируется. Массируется. Руки становятся розовые, красивые, и энергия начинает идти. Белокниги. Книги для простой жизни и хороших, простых, улыбающихся людей, которые знают, как поддерживать в порядке свое тело, как быть счастливыми и как помогать другим людям. Встретимся в следующий раз. Вам всего хорошего. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok